Слава Иисусу Христу, дорогие люди! Всем хочу вам пожелать хорошего пути, доброй дороги. Не переживайте ни от кого ничего не надо. Хочу напомнить вам о том, что сегодня многие воины, которые защищают нашу страну, они благодарят за то, что за них молятся. И мы продолжаем молиться за скройные силы Украины и призываем каждого из вас также молиться. Молиться за семьи, которые лишили своих детей, может, сыновья своих отцов, жены своих мужей. Я призываю вас молиться за их. А также я хочу напомнить, что они, многие, отдают свою жизнь за каждого из нас. И также за каждого из нас Христос пошел на крест, и на кресте Он пролил святую невинную кровь. За тебя меня, дорогой человек. Вместо тебя меня Христос принял наказание муки на кресте. Он заплатил. Если мы уплату Иисуса Христа принимаем, каемся о своих грехах, Бог грехи прощает. Если мы не каемся, не просим Бога прощения, то самим придется отвечать за все свои грехи. Иисус не только умер, Он воскрес, Он есть живой. Он слышит тебя, когда ты обращаешься к Нему. И Он призывает тебя, дорогая душа, покайся о своих грехах. Покаяться это признать все свои грехи и попросить у Бога прощения. Помолитесь в такой молитве от дома у себя. Отец Небесный, я признаю, что я грешный человек. Води мою жизнь, стань моим Господом и Спасителем. Я верю, что ты умер на кресте за мои грехи и воскрес для моего оправдания. Я каюсь в своих грехах и принимаю тебя, как единственного Спасителя Иисуса Христа. Во имя Отца, Сына, Святого Духа. Аминь. Кто желает, я дарю бесплатно молитву слов. Дарим также Новые Заветы. Кто желает, может взять. Врани вас Бог.